Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. В этом ролике я вернусь к афоризмам и цитатам от Юрия Никитина. Итак, с вашего позволения я начну. Пошли на авось, а авось хоть и вывозят, но не всегда туда, куда ждешь. Следующее лучше зачитаю. Если сказать сразу, ответил Олег невесело, что ничто даром не дается, мало кто пустится в дальний пункт. А поманить легкой добычей, то и таргетай слезет в печи. Кто идет за шерстью, возвращается стриженным, а то и вовсе без шкуры. Кто нетерпелив в решениях и действиях, тот спешит к неудачам. Следующее лучше зачитаю. Но надо идти, не думая или же руководствуясь странным авось, таинственным знанием, заложенным в человеке богами. Знание, которое не назовешь знанием, оно целиком на подсказке богов, а те бывают невнимательными. Вместо удачи иной раз так шарахнешься. Следующее тоже лучше зачитаю. После войны появляется много героев. Чем больше уходит времени, тем герои бесстрашнее, а палец тяжелее. Кусты становятся столетними дубами, а зайцы трехглавыми змеями. Это хорошо, чужаки убоятся. Скитаться по свету – самое простое дело. Ума не надо, с умом дома сидят. Погубить или спасти мир можно за один день, а улучшить тут всей жизни не хватит. Где-то и видел, что бог был умным, или те, кто богу поклоняются. Это ж казе, понятно, или умный, или верующий. Следующую цитату тоже лучше зачитаю. Жесть благодарности не ведает, как и пузо, что не помнит, когда отвала кормил на прошлой неделе. Все равно сейчас аж на ребры кидается, есть просит. Да и где там просит, требует. Лишь тот достоин жизни и свободы, то каждый день за них идет на бой, заново. Смелый сам себе беду найдет, а на тихого бог нанесет. Следующий тоже лучше зачитаю. Может быть, когда-то и настанут времена, когда мужчины охиляют настолько, что женщинам придется коня на скаку в горящие избы воевать, даже работать. Но пока что мы есть на это, а вас бережем для других нужд. Пока что миром правят не те, у кого великая мудрость, а те, у кого дубина больше. Мир стоял, стоит и еще долго будет стоять насилие. Десять мудрецов не одолеют одного, средней паршивости автоматчика. Генерал Левич, даже сторонникам мнимой справедливости необходимо место под солнцем. И неразумно забывать, что он расчищен стрелами и копьями. Свободу и силу взлета дает не попутный, а встречный ветер. Следующее лучше зачитаю. Олег, а к чему, если правая ладонь чешется? К деньгам, буркнул Олег. А если левая? Битым будешь. Ух ты! А если чешется спина? Под дождь попадешь. Здорово! А если чешется нога? Олег ответить не успел. Мрак ревкнул. Помылся бы и все дела. Трагетай виноват и съешься. Пробовал, не помогает. Через месяц-другой снова чешусь. Каждый за себя и один против всех. Героизм и самопожертвование во имя общества могут быть, когда это общество существует. Следующую цитату тоже лучше зачитаю. Но зло против зла само становится злом. Так, кажется, учили гуманисты. Думаю, не так. Минус на минус, как известно, дает плюс. По-моему, эту формулу, которую ты только что произнес, придумала само зло. Чтобы, не встречая сопротивления, безнаказанно творить свои дела. На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. uso видео. Увидимся. Пишите комментарии. Спасибо хорошо. О, нечто. О, неetime. Удачи. Супер. А пока, спасибо. Пишите комментарии.